Добрый день, все мои дорогие! Вчера девчонки приехала, меня Артём встретил со своей девушкой на машине, и я в 12 часов приехала сюда. Так мы не могли наговориться. До 3 часов ночи сидели и говорили. Я взяла целую сумку, вот, большую сумку постирать, футболки, джинсы, чтоб сегодня до обеда высохли. Я забыла вообще кинуть машинку. Сейчас вспомнила, с утра сходила в 7 часов, я уже была на кладбище. Девчата, она ревелась. До 11 сидела, 4 часа сидела на кладбище, сходила самые красивые цветы для моей девочки, купила. Купила две свечи большие, спички, и вот просто тупо сидела на скамейке и плакала. Поговорила по душам с королинкой на все темы. Еду в поезде, сейчас меня Валюня ждёт. Я тут была сутки почти, несутки. А вот сколько я тут была, с 12 ночи, сейчас начало четвёртого дня. Я была с ребятами, поели, там есть женщина, которая готовит, такую замочку молдавскую сделала для нас. И сейчас встречаюсь с Валей, еду уже в Валюню. Но вот я сижу и думаю, если там моя, будем говорить, коллега, не захочет два дня остаться, хотя мне дали два дня выходных. Она сказала, я оставляю Валу и не сижу два дня с ней. Значит, может быть, вот я на вокзале с Валей решу. Может быть, я сразу беру штукер. Потому что я с ней сничаюсь, и через час будет штукер. И я могу успеть ещё поехать обратно на работу. Сегодня одна сутки будет делать, завтра я сутки буду делать. Быстрее всего, что так лучше девчата. Какие у меня глаза? Посмотрите, как я попсую глаза. Я не видела на глазах. Я поехала сюда на велике и вернулась пешком, держала велик за руль, потому что я не могла даже сесть на велике. Такая была расстроенная и располагана. И так задумывалась, что даже перепутала дорогу обратно домой. Хотя я её знаю и очень хорошо. Девчата, сейчас встречаюсь ещё с внучкой. Так хорошо ребята меня встретили. Как Артём? Я от него не ожидала, что он в двадцать в ночь будет на машине меня встречает со своей бабушкой, привезли домой. Очень, очень ясно. Он так был рад. Он мне три или четыре раза обнимал, целовал. И вроде бы как стесняется немножко, потому что он немножко у нас зажатый, немножко склонный. Но всё равно он чувствуется, что бабушка есть бабушка, что он скучал. Сколько бы детей у меня было лет, они все равно скучают. И они наши актодельницы. Вот так. Сейчас третья разночка. Этим ночью и Валя говорит, что бабушка приезжает вместе, поверим, поговорим. И быстрее всего, что я так и сделала. На вокзале у меня будет интернет. Позвоню ещё раз своей качальнице. Позвоню один раз. Хотя меня качать вам совсем на два года. На два дня. И позвоню ещё раз. Или мне бы встречаться, или мне уже догуливать. Но если догуливать, то придётся хватит их сидеть потом. Или хотя бы начинать вот после этого. Может, и заплатят за этот день, за лишний. И делать и сутки, и потом и сутки. Наверное, так и будет. Было бы неплохо, так как я работала. Потому что основная работа днём, когда пациент очень активный. Помытый, вечером помытый, одетый, накормленный. Он уже сидит, смотрит телевизор, будет в 9 часов, в 9 часов. И ложится спать. Так что... Короче, чтобы было честно, значит, надо по-честному. Сутки через сутки. Или два чайника. И буду отсыпаться. Зря деньги, ты футбол. Я ещё раз вам говорю. Ну, говори, бабушка. Чего я тебе сейчас рассказала? Нет, я ничего не помню, Валюня. Давай рассказывай, что у тебя тут. Вот мы у Вали в городе. И она мне показывает карту города. Вот это макет её города. Как город твой называется, Валюня? Я не скажу. А, не скажешь? Но пускай они сами догадаются. Ну, рассказывай, что тут. Это центр города. Это не город. Это не карта города. И это специально сделано для того, чтобы слепые, ну, те, кто не могут видеть, они ощущали город. И как бы читали. Здесь написано, каждая, ну, как бы улица, как называется. Каждый вот уголок. И написано специально вот этими вот буквами для слепых, чтобы они видели. Как бы это там весь именно центр. Это только центр. Всё. Это? Это всё. Валя сегодня покрасила волосы, не хочет показываться редиска. Я не красивая сидит. Да, красивая, красивая. Нет, не редиска. Ты бабушкина красавица. Вот это замок. Валя говорит, у них на горе вот такой вот замок. И если туда подняться в этот замок, это музей. Можно там рассмотреть. Есть бинокли. Это зона, где бинокли, где весь город. И видно весь город. Вот Валя. Большие бинокли, как террископы такие. Так у меня в том районе, где я купила квартиру, тоже такие бинокли есть. Привет всем. Слушайте, идём. Вот. Мы тут у Вали в городе, и мы не скажем, как он называется. Валя сказала. Секрет. Ну, это не надо было на видео говорить. Почему? Вот это центр? Да. Но тут три стороны, где в центре. Красивый центр. Пока ещё ты ничего не видела, ничего. Мы сейчас дойдём, и до красоты. Мне нравится вот немецкий стиль, если честно. Баварский стиль. Баварский стиль. Немецкий, он такой более белый такой, всё однотонное. Немцы просто не разрешают, например, делать здание длиннее, и выше, чем другое здание. Им нужно всё делать. Если ты сосед, у которого, например, скажем, если этот голубой дом был бы ниже, то ему бы пришлось, например, если бы вот эта бытишка, где Санта-Клаус, короче, залезает от камин, он бы должен был её сделать такой длинный, длинный, чтобы она доходила до дома другого. У нас соседи заставили сделать дымоход, там, наверное, метра четыре, это точно. От крыши, я видела. Да, потому что его заставили так сделать, что ему запретили, чтобы дом как бы был наравне с этим. Так в Германии делают. Я спросила Диму, Дима, что это за дымоход такой? Я говорю, великан. Стоит маленький домик. В эту церковь во время войны вроде, я не помню, что стреляли. Поэтому если мы зайдём с той стороны, будет видно, где стреляли. Они специально оставили, там пулю видно. Такую огромную. О, как красиво. Это самая высокая вроде церковь считается из Германии. Я точно не уверена. Высокая. Там колокольня, наверное, бьёт колокола. Да, ночью. И от тебя это слышно? Нет. Это отлично. Ты как в Китае, бабушка, всё снимаешь. Ты в жёлтой куртке? Да, я... Знаете, всегда в жёлтой куртке с телефоном ходят. Вот только ты. Так я в жёлтой куртке две недели снимаю, Валя. Если я мало вещей с собой взяла. Мне ручная кладь и сумка. Маленькая. Я немножко греб, сейчас людей надо снимать. Больше как террасы. Может, все студии видно, они могут тебя попросить. Да, отлично. Да нет, я не ж далеко. Мы снимаем город. Вот люблю вот такие кафешки. Но я одна же никогда не буду сидеть. Не нужна компания всегда. Вон тебе в Нью-Йорке нужен будет. Вот мне нравится вот это здание. Красиво. Вот, чисто в баварском стиле. Облако такое чёрное. Дождь, наверное, собирается. Такой ветер. Ну, не такое чёрное. Просто на видео, наверное, ищут Сергея видно. Ну да. Вот, вот. Чёрное-чёрное облако. Прямо за днами. Пару дней назад везде такие облаково. Дождя нет. Здесь нельзя. Здесь 30. Люди не так не задумываются. И так будет, что они молодые. И потом уже попадают в аварии. Да, только потому, что они нарушают права. Красиво. Ну да. Здесь хоро, здесь нельзя. Здесь ребёнок может выбежать в любой момент. Вот фонтанчик. В Германии не так много фонтанок, как у нас. Реанимирует. Да. Послушай, это как красиво. Вот подожди, Валюня. А? Всё, если кто-то курит, а то кто-то знает. А? Как красиво. Какие красивые дома. Красивое городишко. Вот, мы звали, ходим гулять. Я приехала к ней, и она меня повела погулять. Сказала толстая, надо похудеть. Ты сказала, что ты толстая, ты сказала, что я толстая. Нет, я говорю, что я толстая. И ты говори, бабушка, ты толстая. Нельзя говорить такой родственникам. Нет, можно, бабушке можно, чтобы бабушка похудела. Я как не бегаю, как я не стараюсь, всё равно я люблю пожрать. И я не худею. Ну, если ты сама такой, зачем мне тебе это говорить? Так я самая критична. Это нормально. Нельзя такое делать. Почему? Потому что нельзя. Нельзя говорить своим родственникам или себя унивать саму. Надо всегда говорить, что я конфетка. Я сочный персик. Да, я самая красивая. Сочный персик. Все хотят меня персик. Валюня, точно мы с тобой как с мамой ходили. Всё время хохотали. У мамы такие были приколы. Вот картины. В галерее работает наш салон с ними. Мы фотографии у них делаем. Ага. Ясно. У меня уже рука болит. Всё. Наверное, мы с вами будем прощаться. Мы с Валей гуляем. Мы ещё пройдёмся, погуляем. У нас есть время. Весь вечер. Она меня тащит ещё вечером гулять. По парку. Говорит бабушка. Точно. Вот такое вот небо чёрное. Валюня, как ливанёт сейчас. Да не ливанёт сейчас. Может быть. Ну всё, девчата, мы с вами прощаемся. Это точно. Валь, скажи пока-пока. Пока. Всех обожаю. Всех целую. И как всегда с вами ваша Марина. Пока-пока.